Я поздравляю, прежде всего, коллектив телекомпании, поздравляю всех телезрителей с этим праздником. 25 лет на самом деле большой срок для телекомпании, это же тысячи, это десятки тысяч новых тем расследований, помощи конкретной жизненной ситуации людям. Поэтому желаю вам как можно больше интересных тем, интересных расследований, ну и, наверное, благополучия всем вашим семьям, потому что семьи, поддержка журналистов, они их питают своей энергией, счастья вам, добра и достатка. Подтопление городов и сел, второй день, главная тема в Хакасии. Покажем, где ситуация самая острая. Здравствуйте, меня зовут Александр Тимофеев, это «Час Юга Сибири» и вот что еще покажем. Ух ты, я переел! Денег за обеды поставщики Хакасии так и не увидели. До момента, когда коммерсанты перестанут кормить детей, осталась неделя. Девушка, да, стоит, у нее ребенок маленький, ребенок заболел. Скорая доехала до нас, а дальше варианта нет, они развернулись и уехали. Белоярцев затопили талые воды. Весенняя распутица превратила дороги и подворья в озера. И в течение пяти дней ему возвращаются вот эти вот денежные средства, как кэшбэк, максимум 20 тысяч рублей. Деньги за отпуск могут вернуть жители Хакасии. В России стартовал третий этап туристического кэшбэка. А здесь представлена так называемая опошнинская керамика. Опошни — это поселок в Полтавской области, где керамикой начали заниматься еще в 12 веке. Редкая керамика, европейские сервизы и советские бидоны. Антикварную посуду показался и Нагорский музей. Школьники и воспитанники детских садов в Хакасии могут остаться голодными. Деньги за питание почти никому из поставщиков так и не пришли. Единицам на счета упали незначительные суммы, сообщают общественники. На следующей неделе ребятишки придут учиться, а значит закупать продукты и готовиться к поставщикам нужно уже сегодня. Плюс предприятиям питания надо рассчитываться за электроэнергию, платить налоги и зарплаты. На прошлой неделе поставщики обратились за помощью к президенту Владимиру Путину. Только семерым предпринимателям города и районы задолжали сотню миллионов рублей. Бизнесмены заявляют, они на волоске от разорения. Школам и садикам они поставили дедлайн — закрыть долги до 1 апреля. Проблема неоплаты в том, что у учреждений заблокированы счета. Губернатор Валентин Коновалов на прошлой неделе заверил — проблема решена. В Министерство образования на разблокировку счетов, школ и детских садов направили 250 миллионов рублей. Из них 100 миллионов — федеральные деньги. Накануне чиновники образования говорили, деньги учреждениям перевели. Нужна еще пара дней на зачисление средств. Тонут в собственных домах, а водокачки и скорая отказываются ехать. Талая вода несколько дней топит Белый Яр. И если в центре села Комнальщики еще работают, то вот в новый район они ехать отказываются. Артем Паснов о жизни в болоте. А тут еще глубже. У меня полная калоша. В собственном огороде, как в бассейне, ходит Марина Чикашова. Дом, дровяник и углярку девушки затопили талые воды. Я не знаю, это затекло водушиной вода или это из-под земли, но внутри, под домом такая же беда. Итак, уже третий год. Марина Чикашова участок в новом районе Белого Яра получила как молодой специалист. Она врач. В Новосельский район входит 15 улиц, говорят люди. Треть из них весной постоянно плывут. Доехать на личном авто до домов у людей не выходит. Машины вязнут. Сельчане паркуются за сотню метров и идут пешком. По колено все мокрое. Я промерзла от того, я шла, у меня прям слезы текли. Просто холодно, нету дороги. Вот эти лужи. Одна сплошная лужа. Ее никак не обойти. Люди уверяют, ни скорой, ни такси к ним из-за этого не едут. Сельчане говорят, откачать воду со своих участков готовы сами. Но даже асмашины дают отказ. Пусть сначала власти осушат улицу. А этого чиновники не делают. Якобы у большинства участки не в собственности. Дом уже в собственности. Документы на это есть. Есть у нас с мужем здесь прописка. Но по факту никаких условий для проживания нет. На эту претензию чиновники заявили. Им люди просто не жаловались. Такой ответ сельчан удивил. Особенно то, что документы на собственность роли не играют. Чиновники помогают всем. Например, за несколько дней коммунальщики увозили воду из всего села 60 раз. Земля мерзлая, вода быстро не уходит. Поэтому подсохнет, все разровняем. Постараемся засыпать, максимально постараемся засыпать участки. Но это вот прям не сегодня, не в ближайшее время. Как только у нас появляются денежные средства, мы сразу занимаемся дорогами, занимаемся теми участками, на которые люди обращают внимание. Сельсовет говорит, чтобы они откачали воду, от жильцов требуется письменное обращение. При этом, через час после съемок, власти в новый район Белого Яра приехали. Болото осмотрели, пообещали летом сделать дорогу, говорит Марина Чекашова. А откачать воду пока коммунальщики не могут, а с машины откачивают лужи в центре села. Артем Паснов, Василий Самоделкин, Нотабена. Плюсовая температура, а за ней и талые воды прибавили работы коммунальщикам не только в Белом Яре, но и в других районах Хакасии. В поселке Аскиз подтопило дворы двух домов. Накануне сельсовет проблему решил. Привез с мотопомпы и воду откачал. А вот в Берегчуле пришлось лед на водоеме резать бензопилами. В Бейском районе снег также интенсивно тает. Есть местами переливы через проезжую часть. Работают дорожники. Как сообщил глава муниципалитета Иннокентий Стрибков, в районе есть случай подтопления приусадебных участков. В Бондаревском сельсовете и Табате коммунальщики тоже пили от лед. Спасает то, что ночью еще с минусовой температурой. Поэтому в Троицком Баградского района пока ситуация в норме. Ранее администрация сельсовета направила письмо заму главы Хакасии Юрию Курлаеву с просьбой выделить 1 миллион на ремонт обводного канала. Прежний построен в советское время и с активным таянием не справится. Как сообщил глава Троицкого, в четверг в село приедут специалисты Министерства природы, чтобы осмотреть канал. Река Абакан в этом году вскроется на неделю раньше, сообщает мэрия. По подсчетам чиновников, ото льда Абакан освободится 10-12 апреля. Такие ранние сроки связаны с теплой погодой и возможными дождями. К новостям вернемся через пару минут и вот что покажем. Кэшбэк 20% вернется в течение пяти рабочих дней после полной оплаты. Отдохнул на море и получил кэшбэк. Жители Хакасии могут вернуть деньги за отпуск. Классическая музыка, мультфильм и щелкунчик. Хакасские артисты готовят премьеру. 26 марта в 15.00 Хакасия узнает имена лучших экспортеров республики на церемонии награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года». Прямую трансляцию события смотрите на сайте мойбизнес19.рф Продается административное здание в Абакане. Объект расположен вблизи развитой инфраструктуры железнодорожного транспорта. Возможна организация погрузоразгрузочных работ. Звоните 8 960 752 72 25. Впервые интернет на скорости более 300 мегабит в секунду. И легендарный пакет цифрового телевидения «Орион ТВ». Телефон службы подключений 215 512. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Выставка посуды в Саиногорском музее проработает до 18 апреля. Мышиный король, щелкунчик и другие герои музыкальной сказки. Республиканская филармония готовится к премьере. Микс-концерт из классической музыки и видеографики. Знакомый многим вальс цветов из вечной нестареющей классики. Музыканты симфонического оркестра Республиканской филармонии готовятся к премьере щелкунчика. За дирижерским пультом заслуженный деятель искусств Хакасии Вячеслав Инкижеков. Идея поставить щелкунчика – его. Давно я мечтал о том, чтобы сделать такую большую программу именно по музыке Чайковского, именно по балету. В этот раз у нас на 80% музыка используется из балета. И это очень хорошо, пока не впервые прозвучат эти фрагменты, которые раньше не звучали. Во время концерта зрители не только насладятся классической музыкой. Мышиное войско приветствовало появление своего короля. Мари засыгла на месте, не смейте пожелиться. Читать сказку филармония доверила заслуженному артисту Хакасии Артуру Марлужокову. Концерт украсит выступления солистов хора «Каданс» и артистов ансамбля «Кунсузы». Артисты будут даже исполнять эпизодические роли. Первая половина щелкунчика у нас идет театрализованное путешествие в страну Конфитюренбург, когда они туда прибывают. Там уже больше будет, конечно, работать видеоконтент, потому что там сказочные герои. И вот мы разделили на две части – мир реальный и мир сказочный. Поэтому на большом экране сцены появятся знакомые многим фрагменты мультфильма «Щелкунчик». 26 и 28 марта в Республиканской филармонии состоится премьера концерта классической музыки «Щелкунчик». Известная музыка из балета Чайковского прозвучит в исполнении симфонического оркестра, а артисты Республиканской филармонии помогут погрузиться в атмосферу сказки. Ознакомиться с информацией можно на сайте филармонии или по телефону в Абакане – 35 75 65. Предотвратить развитие заболеваний возможно, если вовремя провести диагностику. Например, пройти УЗИ-обследование и сдать анализы, в том числе на коронавирус. Расскажем, где в Абакане можно обследовать организм и попасть к узким специалистам быстро и без очередей. В период пандемии ценно, когда есть возможность оперативно сделать тест на коронавирус. В современных клиниках его могут сделать в течение двух дней. В Абакане есть клиники-первопроходцы, которые уже с мая 2020-го первыми начали проводить ПЦР-тесты. За сложный пандемийный год специалистами проведено больше 20 тысяч исследований на COVID-19. Также жителям Хакасии доступны исследования на наличие антител. В прошлом году открылся второй медицинский центр в городе Абакане, чтобы качественная медицинская помощь международного класса была еще доступнее для наших горожан. Качество и достоверность гарантированы. Результаты большинства анализов можно узнать уже через день любым удобным для вас способом. На электронную почту, по телефону или СМС. Либо можно лично прийти и забрать их. Спектр анализов широк. Больше двух тысяч различных исследований. От стандартных клинических и биохимических до сложных генетических. На современном оборудовании запрограммированы все процессы. Например, автоматическое штрих-кодирование пробирок. Это исключает ошибку маркировки образцов. Также клиентам доступны услуги УЗИ и ЭКГ. Исследование проводится на оборудовании премиум-класса, которое уникально тем, что содержит полный набор датчиков. То есть один из датчиков специально работает на беременных. Рассчитано на минимальные размеры, которые есть в плоде в нашем внутриутробном развитии. То есть в миллиметрах рассчитываются все размеры наших органов и отклонений. Заболевания эффективно поддаются лечению, если выявить их на ранней стадии. Это возможно благодаря премиальному оборудованию. Можно провести УЗИ внутренних органов, вен, сосудов и не только. Для беременных женщин есть возможность не только удостовериться о здоровье малыша, но и посмотреть на будущего ребенка в режиме 3D, а также сделать фото- и видеосъемку. Можно прийти в любое время, сделать УЗИ, посмотреть, что ребенок хорошо развивается, что с ним все в порядке, быть спокойным за своего малыша. Приветливый врач все показал, все рассказал, собрала коллекцию фотографий на память. Помимо анализов, жители Хакасии могут в удобное время посетить узких специалистов. Невролога, кардиолога, ревматолога и не только. Лабораторная служба «Хеликс» является одним из лидеров рынка частной лабораторной диагностики в России. Большой выбор анализов, УЗИ-исследований, а также консультация врачей. В центре проводятся тесты на коронавирус. Также можно обследоваться на наличие антител COVID-19 от 650 рублей. Готовность анализов от двух дней. Диагностический центр «Хеликс» Чертыгашева, 84 и «Дружба народов» 43А. Абаканский зоопарк показал нового постояльца. Американская мини-лошадка «Яхант» к нам приехал из Екатеринбурга. Долгую дорогу Яша перенес хорошо, на новом месте освоился быстро и тут же стал со всеми знакомиться. Новичок уже завоевал любовь сотрудников. О погоде в четверг расскажем после информации от генерального спонсора. Это строительная компания «Людвик». Хорошие новости! Неподалеку от Абакана в городе Черногорск начинается строительство жилого кирпичного комплекса «Семь ключей». Если вы мечтаете выгодно купить комфортное жилье, это предложение для вас. Проект «Семь ключей» разработан для максимального комфорта его жильцов. Он уже опробован и востребован в Абакане. Успейте воспользоваться господдержкой до 1 июля этого года. ЖК «Семь ключей» в Черногорске, комфортное жилье и выгодное вложение. В Хакасии объявили штормовое предупреждение. По информации синоптиков, очень сильный ветер начнется ночью и будет бушевать весь четверг. В горах порывы ожидаются до 30 метров в секунду. Кстати, в горной местности из-за шторма еще и лавина опасна. Ночью в Абакане минус 3, небольшой снег, днем плюс 3 пасмурно. В течение дня ожидается порывистый ветер. В Саиногорске ночью минус 2, днем 3 тепла, вечером возможен снег. Спонсор прогноза – магазин «Копейка Рубль Бережет». Хорошие новости! «Копейка Рубль Бережет» открылась в Устебакане. Специально для вас формат рыбного острова. Большой выбор соленой, копченой и свежемороженной рыбы по выгодным ценам. Ментай – 107 рублей, сель – 69 рублей. В Устебакане на «Спортивной 2» рядом со Сбербанком. «Копейка Рубль Бережет». На этом у меня все. Еще больше информации на нашем сайте ctv7.ru. Присылайте нам свои новости в мессенджеры и звоните в редакцию по номеру 222 700. Спасибо, что смотрите нас 25 лет. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова